Вот, послушай, и попробуй от восторга не сойти с ума. Хроношок 13. Вам не сказали? Вашу ферму закрывают. Вы что, закрыли ферму? Везде уже используют компьютеры. Люди не доверяют машинам. Терминатор 1, видели? Да. А2, А3, А4. Вы отличные продавцы, но поймите, вы динозавры. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ник, нарыл. Гугл. Нас что, берут в Гугл? Нет, сперва стажировка. Не сразу же, а уж потом, может, и возьмут. Ник, это наш последний шанс. Ближе, а то не улыбит камера на крокотное. Давай, поближе, давай. А, мы видим вас. Отлично. Здорово. Вы нас видите, да? И слышим мы вас прекрасно. А, супер. Добро пожаловать в Гугл. Пяти процентам из вас предложат постоянное место. А остальным 95% не предложат. Это будет интеллектуальное побоище с кучей гениев за несколько рабочих мест. Я лаял, один из менеджеров. Трахни! Обычно достаточно просто молча протянуть кулак. Давай, брателло, засади мне. Это определенно неправильно. Вы стажеры? Да. Гоните. Смирись. Такие старые. Я думал, что вы боссы. Иногда выигрывают темные лошадки. Первое задание – создать приложение. Нужны идеи. Люди постоянно делают фотографии. Пусть они свои фотки кладут в сетку. В сеть? И делятся с друзьями. Это Инстаграм. Но в моем варианте еще и сетка. Уточни. Говоря «кладут в сетку», ты имеешь в виду онлайн? Да. У нас есть правило. Красная ракетка означает «нет», зеленая – «да». Пить пиво со своим боссом. Решите накатить со мной, только скажите. Я не собираюсь с вами накатывать. А косячок? Задача – найти ошибку. Кто-то из вас должен найти программиста. Его зовут Чарльз Завьер. Он профессор. А в Стэнфорде? В инвалидном кресле. Стэнфорд, кресло? Да. Чарльз Завьер? Очень смешно. Профессор Завьер, мы вас нашли. Да, попался. Цикло, Броук – мы все тут. Хочу поделиться с вами мудростью. О, боже! Профессор Завьер, вы кончены! И 32 градуса в Хилла на Гавайях. Самое жаркое и влажное место в стране. Видимо, поэтому сюда мечтает попасть любой мальчишка-подросток. Да, Виктория? Наверное, Стив. Пустите, я к другу! Погодите, я его знаю. Чего? Папа умер. Нет, нет, нет! Глянь на нее, злая мачеха-шлюшка. Сквозь платья и срам видна. Я б не сказал. Автор сценария и режиссер Мэтти Уэйнер. Своему сыну Бену я завещаю дом, свое дело и остальное имущество. Что? Не да вы издеваетесь. Душно мне. Он вообще был в своем уме? Ваш отец был в полном здравии. Простите, я ведь чешусь в костюме. А меня там совсем нет? Официальный выбор кинофестиваля в Торонто. Страсти накалились до предела. Ты был скрипучим колесом, тебе досталась вся смазка. Да. Лучший способ вылить газировку – трясти бутылку сиина сильно. Типичное препятствие для первопроходца. Как Галилей, Че или Христос. Мистер Бейкер, вам бывает сложно отличать реальность от вымысла? Да, всю жизнь. Сейчас вы боитесь? У меня нет никого в мире. Кроме Стива. Этим летом. Но его трудности не твои проблемы. Семья. Никто не верит в дружбу. Друзья. Они столько разговоров. Все относительно. Но вот в чем дело. Оуэн Уилсон, Зак Галифианаркес, Эми Полер. Дружбу найти сложнее, чем любовь. В ней никто ничего не выигрывает. Ты здесь. Только я подумаю, что ты псих. На помощь приходит система правосудия. Скоро в кинотеатрах. И почему ты хочешь работать портье? Любой мечтает о такой работе, сэр. С этого все и началось. Младший портье, стажировка под строгим надзором, месье Густава-Энн. Многие важные гости приезжали в Гранд-Бутапешт исключительно ради него. Котенок. Куколка. Она была аппетитной штучкой. В 85? И это не предел. Тогда же я познакомился с Агатой. Она невероятно мила. Он заигрывает? Да. Я благословляю ваш союз. Я стал его учеником, а он, соответственно, моим наставником. Там полиция? Скажи, чтоб подождали. Ее убили. И вы думаете, что это я? Эй! Стоять! Ты выглядишь изумительно, дорогая. Изумительно. Не знаю, что за крем они используют в морге, но мне нужен рецепт. Это завещание и последняя воля мадам Ди. Мсье Густаву-Энн я завещаю картину «Мальчик с яблоком». Боже. Что? Что еще за Густав-Энн? Боюсь, это я, дорогуша. Если ты хоть пальцем коснулся моей мамы, живой или мертвой... Я сплю со всеми друзьями. Это шифр. И тебе понадобится лупа, чтобы его прочитать. Там будет точно указано, где и как найти «Мальчика с яблоком». Не втягивайте меня в свои авантюры. Заставы на все пригородные перекрестки. Патрули на все станции в радиусе 100 километров. Сюда! И держите на готове 50 человек и 10 гонщих. Арестовать только за то, что он эмигрант? Руки прочь от моего младшего портье! Тебя когда-нибудь допрашивали? Ну да, один раз. Ну-ка, расскажи. Меня арестовали и пытали партизаны после его восстания в пустыне. Тогда ты в курсе. Главное молчать. Когда режиссер рядом, оно всегда как-то спокойнее. Не, мне бы до номера даваться. И сразу в постель. Как сам. О, да? Одним актерством много не заработаешь, вот и кручусь. Пообещай, никогда больше этим не заниматься. Получишь 30 тысяч долларов. И тут у меня оргазм мозга. Это шутка, понимаете? Шутка – это тоже диагноз. Я договорилась о пробах. А кого играть? Шлюху. Это судьба. А теперь Изабелла Паттерсона. Это не подходит. Да она идеальный вариант. Чем она тебе не угодила? Ну что ты меня прессуешь? Я в поиске. Давай помиримся и сходим вдвоем в ресторан. В итальянский? Можно. Кого я вижу? А вы не встречались? Я б запомнила. Как ты сегодня в сене в своей тарелке? Может, погода? А может, гормоны? Меня взяли! Это прекрасно, я очень рад за тебя. Я не понимаю. Со мной у тебя депрессия, почему так? Я не могу, сейчас перезвоню. Ты изменил мою жизнь. Только не, это боже. Ты ведь изменил мою жизнь. Ты изменил мою жизнь. Воду ни в чем не будет. Я здесь ничего не воровала. Отпустите меня. Я бы рад, но вы же не в адеквате. Мы попали. Ты понимаешь? Кобель. Послушай, зачем ты? На меня у всех встает. Спокойствие. Так чего, вы же время теряете? Да, вы все. Но ведь подобные безумные необъяснимые глупости. Иногда происходят с каждым из нас. Ты чего? Все запущено. Очень. Вот так встреча. Мы психотерапевты. Да начнутся развлечения. Вот я в кинкоп. Они пытаются поймать свет. Но это невозможно, ребята. Свет нельзя поймать. Я хочу прокомментировать. Подкатить аппарат. Эл. О. Эл. Ржу не могу. Да, точнее, не скажешь. В этом году... С ней такое уже бывало? Никогда. ...магия, которая их оживила, иссякает. Тедди, Декстер, все странно себя ведут. Что ты творишь? Уверен, он не виноват. О, я добрейший Лэри. И я всегда на стороне обезьян. И ему дана одна ночь... Их жизнь зависит от меня. ...на то, чтобы спасти всех. Она может замереть и уже никогда не вернется. Чтобы разобраться, нужно в Лондон. Сам знает, что пропадешь без нас, гигантор. Обнимашки. Добро пожаловать в Британский музей. Я из музея естествознания в Нью-Йорке. А, понятненько. Наверное, классно быть сторожем в Америке. У вас и стволы с глушителем, и... ...мечи, как у ниндзя. Нет, в реальности все проще. Тедди, в трудный час он рядом. Атилла, силач пригодится. Папа! Нет, нет, я не твой папа. Хоть мы и похожи. Папа! Не трогай. Довольно? Здесь все впервые ожило, а мы не знаем, что тут есть. В любом случае, неприятности точно есть. Помощь нужна? Сэр Ланселот, к вашим услугам. Теодор Рузвельт, президент США. Ничего не понял, но очень приятно. Мы умрем до восхода, и жизнь к нам больше не вернется. Гунны не истерят. Гунны на догададу. Это наш последний заезд! Я возмущен. И благодарен. Ты что? А теперь ты зачем? Ты поручил командование обезьяне? Он не командует, мы просто идем за ним. Значит, он и командует. Надо стоять неподвижно. Меня такие милые котики врасплох не застанут. Ночь в музее. Секрет гробницы. Что сделаешь? Стой! Да, и смотри, чтобы она оттуда не вышла. А ну, выпусти! Что уставился? Впервые видишь красивую, пышную женщину, которая не стала моделью, потому что пиццу любит? Десять лет назад я и подумать не мог, что увезу свою семью на край света, чтобы начать новую жизнь. А что, если нам не понравится? Понравится? Добро пожаловать в Азию. Вы ее полюбите. Бежим от сюда! Что там происходит? Уберите руки! На улице настоящая война. Мы здесь погибнем. Ты слышишь? Где Люси? Ждите здесь. Запри дверь. Запри дверь! Луси! Люси! Выходи из воды! Иди сюда! Бегом на крышу! Быстро, быстро! Скоро все закончится. Слышишь? Ты жив, Джек? Нет! Эй! Забирай семью и уезжайте. Бегом! Нужно добраться до американского посольства. Мы сможем. Я хочу домой. Потерпи немного. Он был самым знаменитым мужчиной-моделью в мире. Даже названия его взглядов стали нарицательнее. Ле Тигр. Магнум. И, конечно, Голубая Сталь. Но это было очень, очень, очень добро. Привет, я старик. Старик? Вовло? Над нами смеялись. Походу, мода изменилась. Вот самая крутая супермодель. Это всё. А ты мужчина-модель или женщина-модель? Всё есть. Всё. У тебя между ног сосиска или пончик? Ой. Дерек Зулендер, я из Интерпола. Мне нужна твоя помощь. Красивая. Я ей верю. Кто-то убивает самых красивых людей в мире. Ой, блин! Прощай, мир. Все они погибли с твоим фирменным взглядом. Это ведь Голубая Сталь? Мы хотим, чтобы ты проник в мир высокой моды. Мы вернулись. Да! Ты уверена, что Зулендер в силах нам помочь? Привет, красавчик. Совсем, что ли, охренел? Да поможет нам Бог. Ты великолепен. Простите, я ни слова не понимаю. Смотрите в феврале. Дерек, бросай нож. Лови! В преступном мире только один человек мог такое сотворить. Тюрьма меня изменила! Я теперь крут насквозь! Уилл Феррелл. Тот, где моё чёртово лотте! Образцовый самец 2. И как мне остановить Мугату? Я мама Маджаба! Я мама Маджаба! Ты Дерек Зулендер. Ты остановил метательную звезду взгляда. Где твой прекрасный Магнум? Стой! Магнум, живо! Ты сможешь! Текилла! Может, лучше мочалкой? Меня зовут Дэвид Гэнт. Всю жизнь я искал приключения на свою же голову. Но мне не везло. Вот и он, мужчина твоей мечты. Теперь мы одна семья, Дэвид. Мы и моя мама. Но однажды я встретил мисс Келли Кэмбелл. Как бы ты потратил миллион? Открыл бы свой бизнес. Стал бы отстреливать бандитов. Правда? За гонорар. Ау! О, твою мать! Боже, дай, дай посмотреть. Буля прошла прямо между ягодиц. И, между прочим, оцарапала мне булки в самом нежном месте. Келли говорила, что вы с ней работали в банке Лумиса. Нельзя упускать такой шанс. Что, ограбить банк? Все очень просто. Грузим добычу в багажник. Я заперт! И уносим ноги. Полиция называет это величайшим ограблением в истории Америки. 17 миллионов! В розыск объявлен вот этот человек. Глянь на этого рыжего ублюдка. В небрачный сын Киркоровой Пугачевой. Звезда Голубого Огонька с драными штанами. Найди мне его. Дэвида придется исключить из команды. Так нельзя, мы не можем. Так, кого надо убрать? Давай не придете. Одного из них? Нет. Парни, живо наверх. До скорого. Стив Чемберс хотел обмануть меня. Дэвид? Спокойно, детка, это я. Только не волнуйся. Что это за труха? В следующий раз предупреждай. Придержи свои счастья. Иногда единственный выход тупо напролом. Нет, 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 нет. Меня зовут Оги Пулман. На следующей неделе я иду в пятый класс. Я еще никогда не был в школе, и поэтому мне ужасно страшно. Увидимся. Оги, с родителями приходить считается не круто. Но ты же крутой. Да, я крутой. Знаешь, сынок, отцы разные бывают. И шлем давай снимем. Боже, только бы его не обижали. Я не такой, как все. Мне сделали 27 операций, чтобы я мог без аппарата дышать, видеть, слышать. Но я все равно отличаюсь от остальных. Инкубатор, горелка бунзона. О, а это губка для стирания. Он знает, что это такое. Гляньте-ка, впервые вижу такого уродца. Если бы я был таким, всегда выходил в капюшоне. А мне нравится твое лицо. Ты же мой сын. Ты не уродец, Оги. Ты так говоришь, потому что ты моя мама. И мне, как матери, виднее, потому что я знаю тебя лучше всех. Привет. Это все не нужно. Я не понимаю, о чем это ты? Тебе учитель велел со мной дружить. Оги! Тогда скажи, почему ты со мной села? Потому что мне нужен хороший друг. Мне тоже. Кем я хочу стать, когда вырасту? Этот вопрос задавайте себе постоянно. Эй, Джек, садись со мной. Не сейчас. Я бы хотел управлять погодой. От такой суперсилы нет большой пользы. А чего хочешь ты? Быть невидимым. Ты самая умная в школе. Покажи им. Ты родился, чтобы быть не таким, как все. Может, тебе сделать пластическую операцию? Да мне этих операций кучу сделали. Теперь я почти красавчик. В Штатах более 70 миллионов отцов. Умных, спортивных, храбрых. Но не все знают, кто их отец. 40 лет мы думали, что знаем. До сегодняшнего дня. Я понятия не имею, кто ваш отец. То есть как? Это были безумные 70-е. Все вокруг шлялись и трахались. Много трахались. Моногамия не была в фаворе. А я все думал, откуда у меня страсть к занятиям любовью. Теперь ясно? Наш отец все это время был жив. Операция «Кто наш папа, чувак?» Главная миссия – найти отца. Побочная – нажраться крабов. Ну и еще, чтоб тебе кто-то дал. Мама что, встречалась с Терри Брэдшоу? Вам знакомо имя Хелен Бекстер? Как много приятных воспоминаний. У нее был самый упругий зад, что я видел. А какие сиськи она умела ими пользоваться. А ротик у нее этот язык чуть не стоил нам суперкубка. Она наша мама. Может, уже прекратите эти глупости? Приехали. Че вам надо? Кажется, мы ваши дети. Прошу прощения. Да не могут эти гребаные дебилы быть моими детьми! Он вспыльчивый. Как и ты! Они ни хрена не похожи на меня! Подвезем терпилу? А если он серийный убийца? У нас тут параноик за рулем. Ты не серийный убийца? Я не серийный убийца. Ты как-то выделил слово серийный. Это звучит как я убийца, но не серийный. Но я это не специально, правда. Это не похоже на даю слово я не убийца. Мы тебя подвезем, но... Тебя как там, не жмет? Грохнул бы тебя, да не могу. Здрасте. Папа! Он удирает! Ты завалил батю! Что это было? Эй, что-то живое. Вселенная всегда дает тебе пинка в нужную сторону. Да. Мое ниггерское нутро чует неладное. Глаза разуй, дятел! Досраный поезд! Жми! И Михаилен Бакстер задевает за живое? Еще как задевает. Похоже, я только что в штаны кончил. Нет, Ролл. О, эта телка умела трахаться. Она как заклинательница членов. Она наша мама. Только обнимашки. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА